Создание компьютерного языка, появление персональных компьютеров, изобретение интернета, поисковая система Google, Facebook, Wi-Fi, выпуск первых айфонов и Эльбруса-1. Все важные вехи в истории цифровых технологий нашли отражение на стенде нового центра в Саровском физико-техническом институте. Но вот имен и открытий саровских ученых на нем пока нет. На это обратил внимание и ректор МИФИ на торжественном открытии нового центра цифровых технологий. Вот эта стенка, она очень хорошая. Мы пока ждали, я внимательно ее изучил. У нее все замечательно, кроме одного. Там нет ни одного лица человека из Саровти. Это большое упущение этой стенки. Я желаю вам, чтобы оно, может быть, не на этой части, а на той, которую вы пристроите, рано или поздно обязательно там оказалось. И этот центр был инструментом для этого. Центр цифровых технологий – это площадка с самым современным цифровым оборудованием. Он включает в себя компьютерный класс, где студентов обучают работать с программой, разработанной для нужд ядерного центра, и лабораторию с 3D-принтерами, сканерами и VR. В том кабинете это работа именно с новой программой, то есть обучение студентов, подготовка новых кадров, которые могут работать в этой программе. Здесь, в этой лаборатории, работа с оборудованием, то есть это аддитивные технологии, 3D-печать. То есть изучение и внедрение их уже непосредственно на предприятие. В лаборатории сразу привлекает внимание стенд с виртуальной реальностью. Там установлены две станции, чтобы отслеживать положение объекта. Шлем и стики, с помощью которых можно манипулировать предметами в VR-пространстве. Студенты кафедры цифровых технологий могут свободно посещать лабораторию. Первокурсник Алексей Ёмкин, например, уже начал проект по созданию виртуальной комнаты с экспонатами музея ядерного оружия. Можно будет некоторые экспонаты повертеть в руках, чего нельзя будет делать в музее, осмотреть их поподробнее. И также будут представлены экспонаты в размере один к дому. Это просто подарок, если учесть, что я очень люблю этим заниматься. То есть в последнее время я возвращаюсь из института поздно, потому что после пар обычно захожу сюда и доделываю, например, вот эту комнату. Все новое оборудование руководители кафедры и студенты продемонстрировали ректору МИФИ. После торжественного открытия нового центра в присутствии высокого гостя, заместитель директора ВНИФ Олег Кривошеев преподнес руководителю САРФТИ Анне Сироткиной подарок. Игуану, которая станет новым символом филиала, животное доставит в ВУЗ, как только оборудует для него террариум. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.